Всем привет, с вами Денис Хелман. В сегодняшнем выпуске. Как Сеп и Нотейл оценили патч 7.23? Пикачу назвал сильного и недооцененного героя патча. Вы никогда не угадаете, что это за герой. НС подвел итоги месяца благотворительных стримов. А в конце видео Дахак рассказал, что ждет новый состав Финстрайк. После вылета Сквал на Мажор и Минор. Это новый выпуск Дота Тренд на канале 1xBet Киберспорт. Поехали! Сеп и Нотейл оценили патч 7.23. Двукратные чемпионы мира и игроки состава OG прокомментировали обновления. Оба киберспортсмена довольны обновлением. Сеп – отличный патч. Нотейл поддержал своего тиммейта. Нотейл – лучший патч, который когда-либо выходил. Что ж, прошло уже достаточное количество времени с момента релиза 7.23. Напишите в комментариях, понравился ли вам этот патч. Да или нет. Пикачу о сильном герое патче 7.23. И вот какой это герой. Лондруид выделяется больше всего. Но многие команды еще не знают, как с ним играть. Поэтому стараются его банить. Непонятно, как он будет действовать. Какая функция у него будет. Всегда была одна и та же функция. А сейчас у него добавились сразу же обилки. Медведь так же апается, как и герой. Новые шмотки, которые в лесу, могут выпадать как на тебя, так и на медведя. Ты можешь использовать это как угодно. Это очень сильно, как мне кажется. А знаете, что еще сильно? Бонус от 1xBet Киберспорт. До 6500 рублей по ссылке в закрепленном комментарии. Двигаемся дальше. Энессер сказал о результатах месяца благотворительных стримов. Он сообщил, что за месяц таких стримов он собрал 37 тысяч рублей. С донатов зрителей. Все средства он перевел в фонд Подари Жизнь. Который помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Дорогие друзья, месяц благотворительных стримов закончился. Собрать удалось не очень большую сумму. Около 37 тысяч рублей. Тем не менее, это всяко лучше, чем ничего. Поэтому огромное спасибо каждому, кто поучаствовал и поддержал инициативу рублем. Я решил перечислить все деньги в фонд Подари Жизнь. Уверен, они используют их с умом. Еще раз, огромное спасибо всем. На самом деле, мы вместе сделали этот мир чуточку лучше. Кому-то помогли. Согласитесь, это очень приятно. Энессер объявил о начале месяца благотворительных стримов 8 ноября. В сумме он провел около 20 трансляций по Dota 2, World of Warcraft Classic, Oxygen Not Included и другим играм. На личной странице во Вконтакте НС опубликовал скейншот перевода 50 тысяч рублей в фонд Подари Жизнь. Дахак Овин Страйк Тим. Состав менять не планируем. В личной группе во Вконтакте он отметил, что коллектив уже обсудил основные проблемы после поражения в отборочных на мажор. А также посоветовал дождаться квалификации на следующую пару турниров в сезоне DPC. Короче, поговорили с командой. Состав менять не планируем. До NextQuall очень много времени. Проблем много, все обговорили. Будем решать. Говорить о том, какие мы красавчики или уроды, можно после NextQuall. Тогда уже будет понятно, кто или что мы такие. Я напомню, что новый состав Винстрайк представили 28 ноября. Перед началом открытых отборочных на мажор. Помимо Дахака, к команде присоединились Меладжуль, Афтерлайф, Алоха Дэнс и Роджер. Коллектив прошел в закрытый этап, где занял четвертое место в группе B. В решающей встрече команда уступила Virtus.pro со счетом 2-0 и покинула борьбу за слоты на мажор и минор. А что вы думаете насчет команды Винстрайк? Взлетят или не взлетят? Ваше мнение пишите в комментариях. Это были все новости на сегодня. Я Денис Хелман, если вам понравилось это видео, то зарядите сочный лайк. Подписывайтесь на канал 1xbet Киберспорт и будьте в курсе всех новостей. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok